Масло для волос Всем привет! Сегодня я расскажу, какими маслами для волос я пользуюсь, как я ухаживаю за своими волосами, как я наношу масло для волос. Давайте сначала я расскажу, как какое масло ухаживает за нашими волосами. Для роста волос лучше всего использовать касторовое масло, миндальное масло, масло зверобоя и масло облепихи. Это нам обещается, что для роста волос я пользовалась только касторовым и миндальным. Масла, которые обещают нас избавить от секущихся кончиков, это оливковое, репейное, миндальное и кокосовое. Из этих масел я использую миндальное и оливковое. Для сухих обезвоженных волос, типа как у меня, подойдут такие масла. Кукурузное, органовое, тыквенное, кокосовое, облепиховое, персиковое и масло авокадо. Лучшими из всех масел для волос считаются органовое, репейное, кокосовое, касторовое, оливковое и масло макадамин. Сегодня я буду использовать 4 вида масел. Касторовое для роста волос, для секущихся концов оливковое и репейное и для сухих волос масло персиковых косточек. Обычно к этим маслам я еще добавляю миндальное масло, но оно у меня закончилось. Масла на кожу головы и на волосы нужно наносить немножко разогретыми, чтобы они были теплые. Для этого я беру одну тарелку, наливаю туда кипятка из чайника и ставлю в нее другую тарелочку. Вот она у меня сейчас плавает здесь. Сейчас я буду наливать масла и они будут одновременно у меня греться. Репейного масла я не жалею, наливаю побольше, чтобы донышко закрылось. Я думаю, это где-то столовая ложка получается. Касторовое масло я наливаю в половину меньше, чуть-чуть меньше, чем репейного. В эти масла я добавляю масло персиковых косточек. Оно капельками, но я его тоже не жалею. Наверное, столовая ложка получается. Оливковое масло тоже не жалею. Думаю, столовую ложку, как и репейного. Мое масло разогрелось, стало тепленьким. И сейчас я покажу, как я наношу масло на свои волосы. Я делю волосы на пробор. Беру масло и втираю в кожу головы. По всему пробору. И так я прохожусь по всей голове. Делаю пробор. С этой стороны делаю то же самое. Занесли на корни волос. Теперь наносим на длину. Я просто отделяю вот такие тоненькие прядки. И так же намазываю свои плохие сожженные кончики. Не бывает такого, что вы краситесь в блондинку. Или закрашиваете, перекрашиваете по 10 раз волосы. И у вас они идеально гладкие. И если кто-то вам говорит, не верьте. Либо как-то ухаживают. Масками, маслами. Не бывает такого, чтобы были живые и здоровые волосы. Если вы постоянно красите их. А тем более обесцвечиваете. Так намазываю всю голову. Чтобы волосы стали красивыми и шелковистыми. И так, у меня здесь еще осталось немножко маслица. Я люблю мазать, чтобы было побольше, пожирнее. Лучше больше, чем меньше. Я так считаю. Ну, после этого масла я мою 3 раза волосы шампунем. И то до конца они прям так не промываются. Не хрустят, ничего. Вообще, шампунь выбираем по состоянию кожи головы. И шампуня, чтобы вымыть голову, говорят, достаточно чуть больше, чем горошины. Чтобы вот она расплылась по ладошке. Вы потёрли между ладошками и помыли кожу головы. Когда вы будете смывать шампунь, он будет и мыть и все остальные волосы. А бальзам надо выбирать по типу, именно состоянию вашему волосу. Дальше расчесываем волосы. От корней до кончиков. Собираем в кулечек волосы. Желательно воспользоваться резиночкой, которая не выделит потом вам волосы, когда вы её будете снимать. И самое интересное, добавим шапочку для душа и какую-нибудь старую зимнюю шапку, чтобы у вас был эффект сауны, проника на голове, чтобы масло ваше не остывало. Даже оставляет на ночь эту маску. Но я не представляю, как спать ночью вот с этим, с маслом. Либо в шапочке для душа, либо просто в каком-нибудь полиэтилене на голове. Я не знаю. Я не представляю. Я, наверное, даже не усну. Маску делаю из масел себе тогда, когда я знаю, что в ближайшие три часа я из дома не буду выходить. Что дома я не жду гостей, что муж у меня на работе, что дома только я и мои детки. Всё. Они над мамой посмеялись и всё. Пишите в комментариях, какими маслами для волос пользуетесь вы. Мне будет очень интересно почитать. И скоро будут новые видео. Пока.